Ребята, здорово, дорогие! Вы понимаете, откуда я с вами вещаю? Тупо проезжая часть, грёбанная Икея у меня за спиной, потому что у меня нет, блин, другой возможности записать видео. Вы знаете, я обожаю делать видео на YouTube. YouTube это моё креативное пространство, в котором я общаюсь с вами, делюсь с вами своими мыслями, отвечаю на вопросы. Но сейчас, вы знаете, у меня мои ученики, с которыми я работаю физически, прекрасно. Мне они доставляют массу положительных эмоций. Мы их занимаемся, тренируемся, всё хорошо. То, что у нас двое детей и доченька родилась, прекрасно, очень хорошо. Но сейчас, ребята, у меня в разгаре проект ПГ-марафон. И 60 участников, которые, разбросаны, мать его, по всей планете, задают потрясающие вопросы. У нас охренеть какая программа. Каждый, блин, день я делаю по 5, 6, 7, 8 видео. Через день я готовлю, через день я выкладываю тренировки, отвечаю на 100-120 вопросов каждый день. И для меня, понимаете, для меня, мать его, это оправдание забросить нахрен YouTube. Я думаю, я буду делать один раз в неделю одну какую-то лайв-трансляцию с ответами на вопросы, может быть. Но хрен там. Не буду я это делать. Я затрахался сам себя оправдывать тем, что я ни хрена не делаю того, что приносит мне массу положительных эмоций. Я соскучился за вами на YouTube. Мне нравится работать с моими учениками, которых я ломаю каждый день. Я обожаю свою семью и получаю триллион тонн удовольствия от ведения ПГ-марафона. Но я чувствую, что мне не хватает нас с вами, ребята, YouTube. И этим видео я хочу сказать, что я возвращаюсь обратно к работе через день, каждый день, раз в три дня. Но постоянные регулярные оплоуды вот таких коротких эмоционально насыщенных видео, где я открываю перед вами свою душу, делюсь с вами своими соображениями или отвечаю на вопросы, которые вас интересуют внизу в комментариях, или то, чем я сейчас хотел бы с вами поделиться. Ребята, этот контент будет иметь место теперь постоянно. Формат, извините, я делал когда-то видео, которое называется «Перфекционизм» и рассказывал о том, что я борюсь со своим гребаным маразмом на постоянных основаниях. Мне постоянно кажется, что камера криво стоит, что где-то экспозиция какая-то кривая. Сейчас, ребята, нахрен камера стоит на крыше машины. Идет поток, мать их, машин вообще рядом. Вот, шестиполосное шоссе, Икея сзади. Я с вами общаюсь вообще по селфи-камере. И я считаю, что нахрен эту кинематографичность, которая занимает мое время. Я, безусловно, буду делать видео, в которых и дрон летает, и прям идеальная экспозиция, и все круто, и звук идеальный. И машины сзади не ездят, но не сейчас. Сейчас я хочу творить, хочу создавать, хочу делать, но у меня нет другой возможности, и у меня нет времени, фактически, делать видео, над которым я буду стараться и монтировать по пять дней, шесть дней. Если вы не смотрели видео, ребята, которое называется «Ложь фитнес-индустрии», его создание заняло у меня семь дней. Семь дней я снимал, я монтировал, я создавал этот продукт, в конце которого должно быть такое эпическое состояние, да, на экране, которое я у себя в голове нарисовал, я знаю, какие кадры должны идти за какими, где должен лететь дрон, где должна быть стовка, откуда, откуда. Сейчас этого не будет. Извините, если я не оправдываю чьи-то ожидания. Но главное, ребята, это делать и не оправдывать себя. У меня будет еще время делать эпические, кинематографически насыщенные видео с идеальной экспозицией. Сейчас нет такой возможности, но есть возможность отдавать вам мою энергию, есть возможность отдавать вам информацию, которой я владею. И для этого мне нахрен не нужен дрон или идеальные микрофоны или идеальная камера. Для этого мне нужно 5-10 минут, которые я отдам вам. И вот сейчас, ребята, 4 минуты 30 секунд длится этот ролик, я буду его заканчивать. И главная идея здесь, ребята, заключается в том, что нет ни хрена никому оправдания. Ни мне, ни вам, никому, потому что у тебя нет времени. Есть время всегда. Как я говорил в видео, 24 часа есть у каждого, ребята. И солнце светит для каждого одинаково. Находи время, занимайся, работай над своей семьей, работай над своими идеями, мыслями, работай над тем, что тебе приносит удовольствие. Но никогда не трать свое время зря. Если у тебя есть время смотреть сериалы, значит, ты делаешь в жизни что-то не так. Ребята, только вперед!